Доброе утро! Время новостей на 12-м канале. В студии Елена Бабкова и коротко о главном. Напомним, как проходит первая цифровая перепись. Такая корова нужна самому. Пенсионерка, отчаявшаяся найти свою звездочку, позвонила журналистам. Удалось ли вернуть животное? Когда шторм оказался сильнее торнадо. Александр Шлеменко празднует победу над Артуром Гусейновым. И российские курорты не в почете. Амичи, как и большинство жителей страны, предпочитают отдых за границей. География полетов из аэропорта имени Карбышева расширяется. В регионе могут увести QR-коды. Практика постепенно внедряется по всей стране. Как применить ее в Омской области и стоит ли это делать, решат уже сегодня. В правительстве пройдет заседание оперштаба. Скорее всего, пропускная система будет действовать в кинотеатрах и торговых центрах. Но точного списка учреждений пока нет. Код, напомню, выдается в двух случаях. Если поставлены оба компонента вакцины или же если человек перенес коронавирус за последние полгода. Сведения собираются на портале госуслуг. Тем временем, больше трети омичей не против пропускной электронной системы. Это показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы. В любом случае, последнее слово за оперштабом. В правительстве будет работать наша съемочная группа. Подробности расскажем в вечерних выпусках новостей. Между тем, заместитель министра здравоохранения региона Александр Ахрамович уходит в отставку. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Уточнив, что заявление чиновника по собственному желанию еще не подписано. И пока он продолжает исполнять свои обязанности. Отвечает за организацию и оказание медицинской помощи взрослому населению. Напомню, Ахрамович пришел в Минздрав в 2020 году из второй городской поликлиники, которой руководил на протяжении пяти лет. И к другим новостям. Справиться с лесными пожарами омским специалистам поможет Ермак. Установки высокого давления под таким названием получило Главное управление лесного хозяйства региона. Их передадут на станции Муромцевского, Любинского и Колоссовского районов. В этом году, к слову, учреждения в рамках регионального проекта сохранения лесов нацпроекта «Экология» уже получили ранцевые огнетушители, плуги, метеостанции, которые показывают информацию о температуре воздуха, скорости и направлении ветра. Что касается новых установок высокого давления, они помогут максимально быстро тушить пожары. Расход воды около 10-15 литров в минуту. Устанавливать, допустим, кузова, оперативно тушить, сбивать кромку лесного пожара от миорализованной полосы, либо тушить там небольшие очаги пожара, где есть хороший подъезд с того же самого автомобиля. Небольшие затратные воды, больших емкостей они не требуют для тушения. В общем, помогут нам реализоваться именно тушение лесных пожаров. Забирать воду можно из водоемов или из любых емкостей. Они в распоряжении лесхозов уже есть. Около 50 цистерн получили этой осенью. Во время тушения пожаров также очень важно качество связи, поэтому приобрели около сотни разных радиостанций. Некоторые передвижны. Их устанавливают на автомобили. Такие устройства обеспечат связь на расстоянии до 10 километров. В Омской области усиливают меры профилактики птичьего гриппа. Эксперты зафиксировали новую вспышку заболевания в соседних Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Чтобы не допустить распространения инфекции в регионе, мечам рекомендуют пока не посещать озера и реки и воздержаться от охоты и не кормить домашнюю птицу, рыбой и рязкой. Они могут быть заражены. Напомню, в прошлом году вирус охватил 16 районов области. На Иртышской птицефабрике пришлось уничтожить больше полутора миллионов куриц. Сегодня эксперты мониторят качество содержания домашней птицы в пособных хозяйствах. Также организовали обязательную вакцинацию. Специалисты провели больше полутысячи выездных проверок и зафиксировали свыше сотни нарушений. Общая сумма выписанных омичам штрафов почти миллион рублей. В поисках звездочки в редакцию 12 канала с просьбой о помощи обратилась 80-летняя жительница Павлоградки. Мария Глушец рассказала, что продала корову. Ухаживать за ней стало трудно, но теперь жалеет об этом. А разыскать звездочку, так зовут животное, самостоятельно не может. Выяснилось, что мужчина, который увез корову, перекупщик скота. Пенсионерка обратилась на телевидение. Оксана Савочкина продолжит. Потеряла покой и сон. Так о себе сейчас рассказывает Мария Ивановна Глушец. Все из-за звездочки. С тех пор, как продала свою корову, признается, не находит себе места. В хорошие ли руки попала ее любимица. Обратиться на телевидение было последней надеждой. Почему я на телевидении? Я тоже знаю, что вы ведете передачу про этих фермеров. Ну, я думаю, можете вы это посмотрите, узнаете мою корову, скажете, что живая, ходит с фермера, спросите, вот такая корова. Марии Ивановне 80. Дети и внуки настояли, корову нужно продать. Справляться с ней пенсионерке уже не по силам. К тому же, корма дорогие, а сарай требует ремонта. Сначала бабушка согласилась с родными, потом пустилась в рев. Я спонтанно продала. Как-то вы не может быть нет. Я так решила. Спонтанно, если продам, то продам. И как закрывая глаза, я продала. Я ревла, тут страшно. О своей потере пенсионерка не забывает ни на минуту. Совсем, говорит, сдала. Стала мучить бессонница, ничего не радует. От безысходности даже пошла к гадалке. А после позвонила на телевидение. Как удалось выяснить, перекупщику вез корову в Азовский район, в деревню Гауф. Юрий Шкиндер занимается молочным животноводством. Собирает породистых буренок и на личных подворьях. Поэтому допустил, что корова, похожая по описанию на звездочку, могла попасть в его стадо. И сразу же согласился вернуть буренку. Когда оказалось, что это не звездочка, фермер принял другое решение. Сочувствую ей. Хотел бы как-то чем-то помочь. Если она захочет корову, я готов ей подарить. Не продать, а подарить. Для меня это ничего не стоит. Это небольшие деньги. Поэтому лишь бы человек здоровье имел, работал. Когда человек работает, он живет. Впрочем, от такого щедрого подарка Мария Ивановна отказалась. За все спасибо, за всю доброту, но я не могу брать бесплатно. Я такой человек. Я не привыкла брать бесплатно. Сейчас у Марии Ивановны только курицы и пять кошек. Они и спасают пенсионерку от одиночества. Бабушка верит, что постепенно она свыкнется с тем, что осталась без звездочки. Но помнить о ней, говорит, будет всегда. Подробнее об этой трогательной истории в новом выпуске программы «Местные жители». Смотрите завтра в 20 часов. Омские переписчики сегодня начали поквартирный обход. Каждый из них обязан предъявить удостоверение и паспорт. Жителям России зададут 33 вопроса. Среди них гражданство, место рождения, образование, источники дохода, жилищные условия и другие. Временно проживающим в стране нужно будет ответить всего на 7 вопросов. Среди которых цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. Кстати, отвечать на все не обязательно. Их можно пропускать. Человек может и отказаться от анкетирования. Перепись добровольная. Напомню, переписчики будут работать с 18 октября по 14 ноября. Пройти опрос можно и самостоятельно на портале Госуслуг по 8 ноября включительно. Процесс займет не больше 20 минут. После появится специальный QR-код, который нужно будет предъявить переписчику. А вот пройти перепись по телефону не получится. Отмечу, что первые данные исследования опубликуют уже в декабре. О спорте. Шторм одолел торнадо. Омский боец Александр Шлеменко поборол Артура Гусейнова на главном событии турнира EFC. Единогласным решением судей победу одержал Александр! Поединок состоялся накануне в Сочи. С первых секунд лидирующую позицию занял омский боец. Шлеменко провел серию атак и прижал соперника к сетке. Второй раунд активнее начал спортсмен из Дагестана, но шторм быстро перехватил контроль. Попытку занять лидирующую позицию Гусейнов предпринял и в финальной пятиминутке. Однако уже через пару мгновений Гусейнов попал в фирменный захват омского бойца. Судья впервые развел спортсменов, после они сошли с техники сдерживания соперника. Шлеменко занял позицию сверху и завершил поединок серии ударов. Итог – 61-я победа шторма в ММА. Омский скиф одержал две победы в первых домашних матчах нового сезона. Встречи с действующим чемпионом высшей лиги, белгородским технологом «Спартаком» прошли на новом паркете велотрека. Матч-открытие посетили около 400 человек. Это максимум зрителей с учетом ограничений из-за пандемии. Старт сезона у высшей лиги в Омске дал Александр Бурков. Глава региона отметил, что впервые в истории у скифа появился генеральный спонсор. Губернатор выразил надежду, что мячи вскоре добьются повышения. Я убежден, что наши ребята в дальнейшем смогут играть в Суперлиге и в Еврокубке. Для начала, конечно, надо победить в высшей лиге. Но если вспоминать слова Высоцкого, что нет вершины, нет вершины, что не взять. Оба матча прошли по схожему сценарию. На старте скиф зарабатывал преимущество, но к перерыву сводил его к минимуму. Финальные сирены дважды фиксировали победы хозяев 39-35 и 38-33. Теперь в активе у нашей команды 6 очков. Скиф занимает второе место в таблице, отставая от лидера всего на 1 балл. «Будем работать, стараться над нашими ошибками работать, нивелировать это все. И, естественно, надежность чуть-чуть добавлять, игры в защите. Так как сегодня получилось, сильный линейный игрок все играет на него. Первый тайм мы вообще с ним не справились, нам забили 17. Во втором тайме 18 мы пропускаем мячей. То есть это для меня никуда не годится. Конечно, охота поблагодарить команду, спонсоров, болельщиков, руководство клуба. За поддержку болельщиков, естественно, отдельное спасибо. Следующие игры мячи проведут на домашнем паркете 27 и 28 октября против ростовского лидера. Песок, верблюды и хоккей – один из матчей регулярного чемпионата КХЛ против Акбарса «Омский авангард» проведет в Дубае. Игра состоится в рамках КХЛ World Games. Этот проект запустили в 2018 году. Участниками всемирных игр становились Слован, ЦСКА, Акбар, Салават Юлайф, Динамо Рига и СКА. Впервые в World Games играет и «Авангард». Клуб совместно с КХЛ, Министерством туризма и коммерции Дубая, а также спортивным советом города уже подписал меморандум о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа континентальной хоккейной лиги на территории Арабских Эмиратов. Игру, которая состоится 3 декабря в «Ангард Акбарс» приурочат ко дню России на Экспо-2020. Всемирная выставка уже начала работу в Дубае. А сейчас время о хороших новостях. Спонсор рубрики ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. В столицу небоскребов прямым рейсом уже в ноябре мечи смогут отдохнуть на побережье Персидского залива. Чартеры в Арабские Эмираты запускает одна из популярных туристических компаний. В агентствах уже бронируют семейные туры. Востребованными остаются и путевки в Турцию. Сейчас это самое бюджетное направление. Неделя отдыха обойдется всего в 30 тысяч рублей на двоих. Чуть больше придется выложить за отдых в Египте. Около 50 тысяч рублей на человека. И это, говорят эксперты, в разы дешевле, чем тур на российские курорты. Добавлю, заграничный отдых сегодня выбирают почти 80% туристов. С 9 ноября география путешествий может расшириться. Россия планирует восстановить авиасообщения с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом и Швецией. Впрочем, улететь в эти страны можно будет только регулярными рейсами с Москвы и Санкт-Петербурга. Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплицы в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Только до конца октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПРОГНОЗА КОНСОР ПРОГНОЗА Ну а мы увидимся в 14 часов.